На холодильнике и на микроволновке куски жирной сажи. Я задыхаюсь, не хватает кислорода. Если открыта у меня дверь на балкон, то это уже конец, значит, мне придет. Они уже сами почти прокоптились. Жители этого дома живут в соседстве с шашлычной. И если для прохожих запах жареного мяса кажется заманчивым, то для этих людей уже давно нет. Виной всему эта труба. Вот эта труба, она на самом деле душит людей. Один раз в прошлый год выхожу я из дома, машина стоит. И у меня на машине вот такие пятаки. Я был удивлен, но это жир. Стараюсь проветривать квартиру где-то после часа. Вот стою ночью и пытаюсь открыть. До этого невозможно. Запах жира, сало, он проникает в квартиру и раздражает. Приходится закрывать все окна. Я вот у товарища был, вот сегодня посмотрел на форточки. У него такая там висит. Долгые пятна вот у нас. Она не просто черная. Она, ну, можно пироги жарить на ней. Вот такая вот штука. Я каждые два месяца ее вставляю. Два месяца нету. Вон целый рулон этого поролона. Вот из такого дела получается вот таким такой. А если без него один раз, вообще вот эта штука вся черная вообще. Утром просыпаюсь, думаю, да вообще, что такое. Так люди живут уже больше десяти лет. Надо признать, что шашлыки здесь действительно вкусные. Об этом говорят отзывы в соцсетях. Кто-то считает, что шашлычный вообще самое вкусное мясо в городе. Вот только предприниматель уже давно должен был демонтировать трубу и установить электрогриль, чтобы радовать не только посетителей, но и своих соседей. Люди обращались в разные органы, в том числе в суд. И вроде закон на их стороне, но пока постановления суда игнорируются. Никто не собирается исполнять решения суда. Никакие изменения не повлияли на деятельность данного предпринимателя. Труба как коптила, так и коптила. А прошло уже с момента почти восемь лет, как это постановление. Суд был, по-моему, в 2015 году. Никаких изменений не происходит. В шашлычной нас встретили не очень доброжелательно. Разрешение, что вы здесь снимаете нас, вы не имеете права. Я ваша вопроса не буду ни копить. Вы знаете, что не разрешено копить ни углем, ни дровами внутри помещения. Почему не разрешено? Есть правило Санпина. Такого закона я не видела. Это есть правило Санпина. Откройте и посмотрите. У нас такого закона нет. Я буду, как депутат, добиваться, чтобы у вас была здесь электрогриль, но не мангар. Люди не жалуются. Я живу в этом доме против два человека. Никакого жалоба, ничего нет. Не надо сочинять ничего здесь. Конструктивный диалог не случился. Пытаемся получить ответ от мэрии. Ведь они прекрасно знают о конфликте. Мы не бросаем, мы все время этим вопросом занимаемся. Насколько это эффективно у нас получается, другой вопрос. Просто у нас в строго ограниченных рамках нашей компетенции. Предприниматель может оценить это как давление или, так скажем, противодействие занятию предпринимательской деятельности. А это уже уголовная статья. Администрация Рубцовска действительно ведет какие-то переговоры с шашлычной. Как нам стало известно, пару лет назад власти дали разрешение предпринимателю на устройство парковки. Кроме того, администрация еще и позволила вырубить несколько деревьев ради этого дела. Еще через год предприниматель просит разрешение для пристройки кочегарки. И так появляется вторая труба в этой шашлычной. Участок земли люди отстоять смогли. Хотя предприниматель все же успел спилить деревья, которые посадили местные жители. Сегодня остается открытым вопрос о глотке свежего воздуха. И властям стоило бы быть более настойчивыми, потому что... Не исключено, что под окнами местных чиновников тоже когда-нибудь запахнет жареным. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, День с толком.